Добрейшего дня, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Давненько я не снимал видео про свой огород. У нас в Умахе стоит умеренная жара, практически раз в три дня идет дождик, поэтому поливать не нужно. Но, как показал опыт, для огородничества нужен опыт и нужен талант. Вот, смотрите, у нас все-все-все здесь заросло, растительности, много растительности всякой разной. Ну вот, результаты. Значит, базилик у меня не зашел. Первый раз сажал пророчные семена, второй раз обычные сухие. Как видите, результат нулевой. Но по бериметру у меня замечательным образом растет картошка. Вот эти вот огромные кусты, это картошка, она сама по себе растет. Мне интересно посмотреть, что будет с ней, если ее в таком вот диком виде, вот, не трогая, довести до состояния готового урожая. Смотрим дальше. Вот здесь у меня должна была быть редисочка. Давайте посмотрим, что у меня тут получилось. Ну вот, вот такой тут урожай редиски. Пошла она в семена, я так понимаю, хоть одну-то я здесь выдерну, редиску-то, хоть что-то у меня будет. Вот, вот такой редис у меня здесь. Да. С редисом у меня тоже не сложилось. А, о, одна редиска есть, супер, ура! У меня есть целая одна редиска, ее даже можно будет попробовать. Я отдельно отложу. Вот, ну а все остальное вот такое вот, вот, смешное. Значит, нужно какой-то определенный сорт сажать. Но у меня зато хорошая вот такая петрушечка. Очень хорошая. Кот пришел. Кот пришел тоже с инспекцией. Тоже буду сейчас инфектировать. Вот, значит, у меня есть что-то, кроме еще выросло, помимо основных культур, вот что-то такое сугубо американское, дикое. Это я сразу сюда выпалю. Вот, смотрим дальше. Укропчик. Укропчик, я считаю, хороший. Очень хороший укропчик. Прямо можно уже рвать, уже давно. И готовить на нем что-нибудь вкусненькое. Смотрим дальше. Лук. Вот такой вот смешной, непонятный маленький лучок, похож на газонную травку. Лук у меня дайте хоть попробую. Ну, да. С очень тонким вкусом. Французским. Идем дальше. Еще укропчик. С укропом полный порядок. Тинза. Тоже все хорошо. Салат. Салат уже начал вянуть. Мы его уже давно здесь рвем, смотрим. Ну, что у нас тут еще? Морковочка. Морковочка. Давайте посмотрим, что с морковочкой. Вот такая вот у нас морковочка. Ну, я думаю, морковочке еще надо дать шанс. Вполне вероятно, что морковочка еще у нас может пойти. Капуста. Значит, из всей грядки, что я тут понатыкиваю у капусты. У меня вот такие вот тут периодически торчат пучочки этой самой капусты. Вот. Еще какой-то американский, блин, сорняк я сейчас его выдерну. Вот. То есть вот капуста. Вот капуста. Вот капуста. Тут тоже капуста. Ну, в общем, будем смотреть, что это за капуста. А тут у меня, похоже, лебеда. Вот. Зато ожидается, наверное, хороший подсолнечник. Вот такой вот он здесь должен быть. Цветочек растет прямо в Мощнецкий. И вот тут пруд, тоже какие-то непонятные растения, которые тоже собираются плодоносить. Вот. Помидор. Тут какой-то один кустик у меня вроде бы зацепился. Вот. Но я не могу ничего сказать, что здесь будет. Что ж, будем продолжать дальше снимать эпопею про огород. Хотя, хотя, при таких погодах возиться с землей не хочется абсолютно. Вот как кот, видите, разлегся, тут спокойненько и лежит. Я сейчас пришел к другому американскому виду спорта. Я себе здесь лежбище сделал в теньке под деревом, под этим замечательным. Как раз здесь можно выходить прямо хоть с утра. Тенечек здесь замечательный. В этом году очень много зелени из-за дождей мощных. Вот такой вот здесь тенечек получается очень замечательный. Надувной матрасик. И вот тут устраиваешься с умной книжечкой, электронной сигаретинкой. Выключаешь сотовый телефон, чтобы никто не беспокоил с этими глупостями. И вот тут замечательным образом отдыхаешь. Тут вот какое-то декоративно-культурное парковое растение растет. Цветочки тут Галя посадила. А, кстати, еще вот такая штука хочу показать. Это вот из остатков того кирпича, который у нас остался после того, как нам поменяли тротуарную дорожку. Вот эту вот. Сделали такой фаерплейс. Сейчас протолокнули временно горшок с цветком. Но такой фаерплейс, шашлычок здесь можно будет жарить. Вот. Думаю, что скоро мы это опробуем. Вот. Оставайтесь со мной на канале. Я скоро сниму сейчас очередную серию ответов на вопрос. Вопросов очень много. Сейчас сниму. Еще очень важный анонс. Завтра будет 4 июля. День независимости. Independent Day. У нас уже по всей умы распиханы магазинчики, которые торгуют пиротехникой. Уже народ пиротехнику покупает, во всю ее испытывает. Петарды всякие, там салюты зажигает. Очень много американцев покупают пиротехники на этот праздник. Реально для них это День независимости. Это не тот непонятный фуфельный праздник в России, когда непонятно от чего независимость. Я так думаю, у России вели праздник с заявкой на будущее. Независимость от Кремля и от Госдумы. Когда это произойдет, славное событие, я думаю, что этот праздник просто меняет день. Или, может быть, приурочит упразднение этих двух органов непосредственно на День независимости России. Тогда действительно будет настоящий День независимости. Ну, а в Америке его празднуют по чесноку, вот День независимости. И, соответственно, когда все это светопредставление начнется, значит, я все это постараюсь прокомментировать и заснять. Вот пришел, главное, попрошай, об меня трется, хочет. Кирий, ты что, жрать хочешь? Сейчас полезет на мой матрас, падла. Ты что делаешь? Алло, алло, гараж? Алло, гараж, это мое лезбище. Так, все, иди отсюда, иди отсюда, иди, иди, подлый кот. Вот, осталось, стоило только без присмотра мне оставить свой матрасик, как он сразу влез. Нет, с котами нужен глаз да глаз. Очень ушлое создание, очень ушлое создание. Я хоть сам кошатник знатный, но вот это очень наглый и очень попрошайстый кот. Опасайтесь вот такого вот, вот он тут засел в пустах, вот. Оставайтесь со мной на канале, и хорошего вам дня.